Привет, милашки! Вы на канале Qtun Channel и в этом видео я расскажу вам о своих покупках уходовой и декоративной косметики. Косметика будет просто офигенная, новая, поэтому смотрите дальше. Начинаем! Следующее средство это крем по уходу за кожей вокруг глаз. Он двухфазный, здесь находятся два кремика, которые отвечают за дневной и за вечерний уход. Что касается темных кругов, он их не убирает, но мне нравится, что ушли мелкие мимические морщинки вокруг глаз. И в общем крем очень приятно ложится на кожу. Мне понравился, стоил достаточно бюджетно и скорее всего я буду повторять этот кремик. Для интенсивного увлажнения жирной и комбинированной кожи я себе приобрела вот такой мусс, я его называю для лица. Тоже фирма E.ON, линейка Planet Spa. Это даже не мусс, а более похоже на желе. Мне нравится запах, он очень яркий и если вам не нравится брусника, лучше не берите этот крем. Но для моей комбинированной кожи этот крем хорошо подходит как увлажнение на ночь, поэтому пользуюсь. Плюс его в том, что здесь очень большая баночка и маленький расход, а также низкая цена. Советую тем, кто ищет бюджетный уход за кожей на ночь. Недавно в Еве прикупила вот такую банку алоэ геля от фирмы Esfolio, который должен подходить под все виды кожи, типа кожи, для лица, для тела. Я пока пользуюсь им для лица. Очень странная штука, пока не распробовала, но в принципе им можно увлажнить жирную кожу. Пока тестирую, но пятерочка у него уже есть. Дальше пойдет моя любовная любовь. Я просто в восторге от вот этого скраба для тела. Вы же знаете. Это фирма Energy of Vitamins, скраб из черничного мохито. Я уже сбила со счета, сколько я баночек уже и срасходовала. Он просто великолепный. Я люблю цитрусовые, свежие, мятные ароматы, поэтому этот скраб у меня номер один. Но в этот раз я решила попробовать кое-что новенькое и приобрела пену скраб для тела этой же фирмы, но с ванилью. Здесь скрабирующие частички намного меньше и пахнет он немножечко другому. Поэтому, если вы любите более слабый аромат, то этот скраб для вас подойдет. Но все равно мой любимчик остается зелененький, поэтому я его использую чаще. Но эти два скраба стоили очень дешево и хорошо работают. Как новиночку взяла себе на пробу гензимную пудру для умывания. Кто еще не знает, это такая пудра-порошок, которую нужно разбавить с водой. И она служит для того, чтобы умываться и очищать поры. Очень классная пудра, очищает до скрипа. Если у вас жирная проблемная кожа, я думаю, что эта пудра хорошо подойдет. Она сейчас на стадии тестирования, но несмотря на это, мне она нравится. Стоила очень бюджетненько. У каждого магазина будет по-разному стоить, поэтому ориентируйтесь на свой источник продукции. Это фирма Белита. Совсем недавно ко мне пришла моя давнешняя хотелочка. Это пенка для умывания от фирмы Etude House. У меня был когда-то пробник такой умывалки, и она просто великолепна. Я ее обожаю. Девочки, рассказываю. У нее очень минимальный расход. Ее нужно совсем немножечко, чтобы хорошо умыть лицо. Я вчера ее пробовала. И она очень кремовая, мягкая. И в ней находятся маленькие частички, которые и дополнительно аскорбируют ненужную кожу на лице. А отшелушенную кожу на лице. Очень мне понравилась эта умывалка. С удовольствием просто ее использую. И стоит она каждой своей копеечки. Я вам просто 100% это заявляю. Если у вас кожа жирная или комбинированная, берите, не пожалеете. Ну а если вы обладательница чувствительной и нежной кожи, вам подойдет вот это средство от фирмы Avon. Мне, к сожалению, оно не подошло, так как у меня кожа и так жирная. Но это, кстати, средство два в одном. Служит как умывалка и как маска для лица. Именно из-за этого эффекта она мне не подходит, потому что мне не нужно излишнее увлажнение. Но для тех, кто мучается от того, что очень сильно раздражена кожа, это средство будет вам просто находкой. Тоже стоило бюджетно и очень хороший литраж. Ну и последнее средство по уходу за лицом, это скраб. Я обожаю скрабы фирмы Avon. И снова повторила вот такой скрабик, тонизирующий. Сияние Востока от Planet Spa. Опять же, кто мучается с кожей жирной, Т-зоной, пробуйте. Он просто великолепный. Мне нравится, как он работает сразу же после того, как я его применяю. Кожа становится светлее, живее, а на следующий день она как будто подтягивается. Просто волшебное средство, использую уже не один год, постоянно в каждом видео про покупки вам про него рассказываю. Оно стоит того и стоит своей каждой копейтики. Ну что, с лицом закончили, приступаем к волосам. Пройдемся по некоторым средствам уходовой косметики для волос, которые купила в последнее время. И первое, что я хочу вам показать, это сухой шампунь. Я окончательно подсела на эти шампуни, потому что помыть голову, как оказалось, у меня не всегда есть время. Сейчас тестирую вот такой сухой шампунь от фирмы L'Oréal, Magic Shampoo. Очень много рекламы сейчас про него. Он заявляет о том, что не оставляет белых пятен на коже головы, на волосах. Не оставляет этой пудры. К сожалению, на моих волосах этот шампунь абсолютно не работает. Единственный плюс, из-за которого я вам показываю этот шампунь, это его аромат. Если у вас волосы пахнут неприятно на второй-третий день, просто для того, чтобы освежить ароматом, его можно использовать. Я, в принципе, для этого его не использую, потому что как сухой шампунь он вообще не работает. Новый бальзам для волос. Я, наверное, уже все бальзамы для волос использовала и спробовала. И так пока что не нашла идеального. Сейчас тестирую понтин. Вроде ничего такой. Волосы после него расчесываются хорошо. Пятерочка. Заслуженно ставлю ему пятерочку. Нормально. Все с ним хорошо. Я, кстати, недавно грешила на эту фирму. Думала, что она так себе. Но именно бальзам мне понравился. Именно вот этот. Не обошел мой шопинг стороной покупки шампуня. Опять же, фирма Avon. Вспомнил с детства. Вот такой шампунь я приобрела. Пока я его не поняла. В первый раз, когда я попробовала мыть им волосы, он мне пересушил. Второй раз, когда я помыла им волосы, он сработал хорошо. В обеих случаях волосы пахнут офигительно. Только ради запаха волос после мытья головы этим шампунем стоит его купить. И, кстати, по-моему, он хорошо пенился. Или не хорошо пенился. Не, по-моему, он плохо пенился. Что значит, что у него мало этого лаурецульфата, который высушивает наши волосы. Ну, а следующий, дружочек, со мной уже давным-давно, я покупаю его не впервые. Это двухфазный спрей от той же фирмы Avon. Классно работает на моих волосах. Тем, что увлажняет, придает блеск и разрешает расчески хорошо их прочесать. Бюджетная вот эта находка моя для волос. Особенно, девочки, классно работает летом, когда солнышко, когда нужно красиво сделать, например, локоны на локонах. Офигенски блестит за счет того, что тут есть масло и сыворотка. Очень нравится. Покупаю, опять же, повторюсь, не первый раз. Всем советую. Единственное, не наносите на корни, потому что здесь есть масло. Блин, девчонки. Забыла одну баночку для лица. Она просто мне появилась совсем недавно, поэтому я ее как-то зачала в уходовое средство для кожи, тела. Это термальная вода. Первый раз пробую, заказывала с Makeup UA. Вот такая вот интересная. Я не знаю, что от нее ожидать, но вроде бы моя кожа отреагировала на нее нормально. Наверное, она должна хорошо работать летом, когда жарко, для того, чтобы освежить кожу, закрепить макияж. Я использую ее на ночь. Вроде бы хорошо. Объясните мне смысл термальной воды. Может, я вообще неправильно использую. Ну что, осталось 4 уходовых средства для тела. Переходим к декоративной косметике. Я надеюсь, вы еще не устали. Первое, что покажу, это не совсем покупка, это подарок. Но, тем не менее, я хочу, чтобы он здесь был. Вот такой гель для душа от фирмы Johnson. Я еще ни разу не использовала такой гель, но хочу сказать вам, что он очень классно пахнет на коже. Я люблю гели, которые оставляют небольшой легкий шлейф. И вот этот гель, он именно такой. Он не навязчивый. Он прям такой нежнятина, такая, что просто вот собраться на свидание с любимым, это вот нужно использовать этот гель. Следующее средство, это тоже подарок. Это мусс от Nivea. Давно хотела попробовать. У него интересная реализация, как у пены для бритья. Это пена, ну, грубо говоря, пена для мытья. Все хорошо, запах классный, интересная консистенция, он интересный наносится. Но, если у вас сухая кожа, вам он не подойдет. Потому что у меня кожа достаточно, ну, достаточно жирная, я не знаю, нормально у меня кожа. Но бывает с ним переборщу и кожа сохнет. Поэтому будьте осторожны. Так, новинка, я думаю, даже очень хорошо от фирмы Nivea. Вы молодцы, старайтесь дальше, придумайте что-то новенькое. Мой незаменимый помощник и, как оказалось, самый лучший помощник в борьбе с потом и запахом пота, это антиперспирант от фирмы DAF и дезодорант. Люблю вот такой с грушей. Это самые лучшие дезики, которые я сейчас вообще встречаю. Я пользовалась очень многими, но пока что пользуюсь только этим. И очень их люблю. Всем советую, пишите, какими пользуетесь вы. И последнее средство от фирмы Avon, это скраб для тела. Я обожаю скрабы для тела Avon, особенно у них есть шикарнейший скраб шоколадный. Вот в такой же упаковке, только шоколадный. Мне нравится сама структура скрабирующих частичек. Они не ранят кожу, они очень классно отшелушивают и увлажняют тело. То же самое могу сказать про этот скраб. Здесь единственное, что не очень крупные частички и за счет этого он очень легко скрабирует. Но какой же у него бомбовский аромат. Вы просто не представляете, почему не создали такой же гель для душа. Я бы скупила банок 5. Очень мне нравится. Советую для тех, у кого чувствительная кожа подойдет просто на ура. Ну что, переходим к декоративной косметике. Ее не так много, но она есть и она достойна того, чтобы вам о ней рассказать. Первое, но не новое, это румяна от фирмы Belle. Я их повторила уже второй раз. Есть у них одна единственная беда. Может это, конечно, у меня так. Я с ними очень аккуратно обхожусь. Очень аккуратно их кладу, открываю. Но они мне просто рассыпаются. Они имеют классный, легкий, свежий оттенок. Удобную дозацию. Но вот это вот рассыпание самого средства из тюбика меня просто убивает. Я так уже выкинула, наверное, штуки 3 своих румян. Не пойму в чем прикол, но сами румяны мне очень-очень нравятся. Опять хвалю фирму Belle. Покупаю второй раз бронзер для лица. Этот милашек просто кайфовый. Как-то так. Мне нравится все. Мне он подходит, он экономный и первый свой экземпляр я использовала до огромной дырки. Это означает то, что фирма Belle молодцы. Конфетка. Следующее средство это моя новинка. Мыло для бровей. Я как только увидела, что у нас в городе оно продается, сразу же пошла и купила. Интересный продукт для тех, кто любит укладывать брови. Я до этого пользовалась обычным гелем для бровей, но он не настолько хорошо держал брови на протяжении дня. И это мне не нравилось. Это же мыло. Оно просто намертво задерживает волоски. И вы можете уложить их как хотите. И у него большой-большой плюс. Это экономия. Его нужно совсем мало, но... Вот этой вот маленькой баночки хватит очень на толк. Покажу вам две моих любимых туши. Фирма Patrice Lido Ultra Volume & Curve и фирма Luxe Visage Bip пышных ресниц Perfect Color. Вот это две сейчас моих самых любимых туши, которыми я пользуюсь каждый день. У них у обеих изогнутые кисточки, что позволяет подкручивать ресницы, делать объем. Они очень дешевые и доступные. Очень советую тоже мои не первые тюбики. Не прошла стороной я и подводки для глаз. Опять же, фирма Luxe Visage. Вот такая подводочка. И фирма Belle. Вот такая подводочка. Обе это подводки-карандаши. И обе совершенно офигенные. По-другому я их не назову. Очень удобный кончик. Он не высыхает быстро. Очень удобно рисовать стрелочку. Для этого видео я нарисовала стрелки за 3 секунды. Разве это не классно? Очень-очень советую эти две подводки. Просто сейчас моя любовь. И последняя покупочка моя декоративная. Это тоже фирма Glembi. Захотелось мне ярких оттенков теней для глаз. Я взяла вот такую красивую палеточку. Berry Velvet Eyeshadow Palette. Называется Anna. Здравствуй, мой английский. Вот такая красотища. Вот так и посмотрите на эти оттенки. Свой макияж на Новый год я делала именно с ней. И фотки получились бомбезные. Просто офигенски. Пигментация, высший уровень. Аромат, высший уровень. Цена вообще, тьфу. Вот так вот. И качество теней офигенное. Я же не раз покупаю от этой фирмы тени. И ни разу не пожалела. Советую для тех, кто любит яркий макияж. Единственный минус, который я нашла, это то, что не все оттенки подойдут для дневного макияжа. Потому что они очень-очень яркие и насыщенные. Фу, девчонки. Я как-то же подустала. Много косметики я вам скопила. Пишите, что вы из этого использовали. Что хотите попробовать. Все практически офигенское и классное. Я даже не ожидала, что так получится. Пишите комментарии. А я пошла собирать для вас новые, новые, новые покупки. И следующее видео будет про пустые баночки. Там тоже много нового, много интересного. И уже увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok